4 июля 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 240, которым в дополнение к системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – адресные субсидии. Прокомментировать этот документ мы попросили заведующую отделом жилищно-коммунального хозяйства Горисполкома Наталью Викторовну Никитёк. Данные субсидии будут предоставляться на уплаты части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученные гражданами в любом коммерческом банке, а молодым, во многодетным семьям, молодым семьям и детям-сиротам также на погашение части основного долга по таким кредитам. Кто может рассчитывать на получение адресной субсидии? Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение господдержки в соответствии с указом президента от 6 января 2012 года номер 13. То есть практически все категории сохраняют право на субсидирование. Дополнительно указом предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранов боевых действий на территории других государств. При этом государственная поддержка в виде субсидий будет действовать параллельно с льготным кредитованием. То есть указ 13 не отменяется, будет финансирование идти как и по льготному кредитованию, так и по предоставлению субсидий. Каков же механизм предоставления этого вида государственной поддержки? При этом предусмотрен механизм одноразовости. То есть человек, получивший льготный кредит, не будет иметь право на получение субсидий и, соответственно, в обратном порядке. Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства. То есть сумма господдержки будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи, нормируемого размера жилого помещения и предельного норматива стоимости строящегося жилого помещения. По-прежнему условиями предоставления государственной поддержки является нахождение граждан на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и субсидий будет предоставляться, исходя из очередности. Новый документ вступит в силу уже 1 августа 2017 года. Исполком будет приглашать граждан информировать их о подходе их права на субсидирование и при выражении гражданином согласия на получение субсидий будет приниматься решение о предоставлении субсидий. И с данным решением уже гражданин будет идти в банк, где и он будет получать данную субсидию. На сегодняшний день пока в систему субсидирования включились два банка «Белогоропромбанк» и «Беларусьбанк». В дальнейшем будут подключаться, как назовется, и другие коммерческие банки, информация о которых, естественно, будет в исполкоме. Исполком, исходя из имеющейся информации, будет направлять граждан в определенные банки для определенных субсидий. После принятия решения необходимо дальнейшее оформление документов. После заключения гражданином, которому предоставлена субсидия, от кредитного договора, данный кредитный договор будет направляться банком в исполком, и банк будет получать от исполкома погашение процентов, либо основного долга, на следующий же месяц после заключения кредитного договора. Значит, соответственно, будет гаситься либо часть основного долга, либо проценты. У нас на гашение основного долга будут иметь право дети-сироты и многодетные семьи. Остальные категории будут иметь право на гашение процентов. Пока еще рано говорить об объемах выделяемых средств на адресное субсидирование и некоторых других моментах действия нового указа. По основлениям СУВМИНа еще не определены суммы, поэтому по городу Пинску пока сложно говорить, о каком количестве людей это будет идти речь. И, соответственно, о механизме точечном, чтобы сегодня говорить, куда нужно идти, что нужно делать или в какой день вас пригласят. Но ясно одно. Новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, найдет поддержку у населения и сыграет свою позитивную роль в экономическом развитии. Субсидии, они будут более мобильны, и движение будет более возмещаемо. Это не столь сложно для бюджета будет, как льготное кредитование, поэтому предполагаем, что это позволит активизировать и строительные комплексы, и строительство, и, соответственно, сроки улучшения людьми и жилищных условий будут более короткими.